Валерий Иванович Я вполне, так сказать, адекватное мнение и о Молдове, и о уровне молдавского населения. И я не первый раз в Молдове. Я удивился, почему меня, вот почему интересуется, меня не удивляет. Все равно, мне кажется, какая-то такая вот политизированность общества, она очень ощущается. Она вот так вот в воздухе у нас здесь парит, царит. По вашему мнению, это все-таки результат последних нескольких десятилетий, того, что мы выросли на том, что телевизор, то там танки стреляют, то еще что-то, то выборы, то референдумы. Либо это, в принципе, ну вот судьба вот этого такого колочка земли, который геополитически всегда находился вот на стыке каких-то таких больших империй. Все время надо было знать, кто же завтра придет. Я вам скажу, это результат двух явлений. Одно, при советской власти пытались поддерживать интерес определенный политический у всего населения. То, что произошло после, в сегодняшней, и в Молдове, и на Украине, и в других местах, если ситуация нормальная, происходит рассловение общества. Часть говорит, нет, уже политика не нужна и вообще не интересуется. А часть, наоборот, интересуется намного больше, потому что они думают или стараются принять в этом какое-то участие и относиться к этому смыслу. И если страна находится на стадии того или иного внутреннего конфликта, понятно, что интерес к политическим проблемам усиливается. Это то, что произошло в Молдове. И, с одной стороны, расслоение, то есть думающая часть стала еще больше, еще глубже пытаться понять, а другая часть населения была вовлечена этим тем, что они являются частью конфликта, им ничего не остается делать, как понять. Валерий, вот по-твоему, все-таки этот накал и интерес к политике, он растет в последнее время? Либо, ну вот то, о чем я говорила, так у нас всегда было, нам всегда было интересно, что же там происходит. К сожалению, для меня, для всех людей, которые интересуются такой проблематикой более с научной точки зрения, не могу не отметить очень низкий уровень экспертизы. И когда я с радостью представлял и Якова Иосифовича, у нас нет людей такого масштаба, которые бы приезжали. И нет людей, соответственно, на национальном уровне, которые бы понимали вопросы, о которых мы говорим. Нет, это абсолютная правда. Нам просто приятно это слышать. Все сводится, все сводится, как правило, к простому вопросу. Ты за кого? За красных или за белых? И уровень ответа на эти вопросы, как говорил Яков Иосифович, он, как правило, продиктован либо субъективными причинами, родственными, может быть, кто-то когда-то пострадал. Никто не входит в более серьезное, более детальное обсуждение. А вопросы безопасности практически ничем не отличаются от нейрохирургии. То есть тут с кондачка не разберешься. Это кажется поверхностью, что можно указать, кто там виноват пальцем или что нужно делать. Запретить все российское, и тогда решатся все молдавские вопросы. Все, что было до 90-го года, это было ужасно плохо, нужно переименовывать и так далее. И вот этот очень низкий уровень политической культуры, самое главное знание, потому что большинство людей, которые на стране говорят о Европе, о евроинтеграции, они ничего не знают об этом. Они просто знают, что это хорошо. Если это Германия и Евросоюз, то это хорошо. А как добиться этого, что нужно делать, как нужно работать и что это стоит, никто в эти детали входить не может. Поэтому подобная экспертиза, которую мы можем воспользоваться в связи с визитом нашего гостя, конечно, у нас таких специалистов нет, и я в перспективе их не наблюдаю. И для того, чтобы такие вопросы, с которыми наша страна сталкивается, а при всем том, что мы небольшие по территории, вопросов много, и решаются они сложно, а кто-то может решить, только люди, а людей нет. И территориальное устройство очень тоже сложное. Это результат того, что, то, что, кстати, сегодня говорил Яков Иосифович, мы не развивали эту тему во время встречи журналистов, мы затрагивали тему того, что границы далеко в этом регионе не соответствуют их естественному состоянию. Я недавно вернулся из командировки, как раз по региону, о котором вы говорили. И начиная со Словакии, уже оттуда, дальше границы, там очень сложно понять. Живут одни, а границы другие. Это все изначально уже конфликтная ситуация. Она продолжается практически до Украины, туда и дальше. Никто задумывается об этом, и что нужно делать, чтобы все жительствовать как минимум гармонично, нас об этом думать не хотят. У нас так, я начальник, ты дурак. Потом меняются местами, вот и вся политика. Но вопрос в том, что нет границ. Я так понимаю, что вот европейский садик, хорошо это или плохо, что нет границ? Или это... Я имел в виду чуть-чуть другое, что культурные границы и проживание определенных народов, определенных культур не соответствуют очерченным границам. И там конфликт заложен практически изначально. Потому что если еще более или менее сдерживаются сегодня в определенных местах так называемые культурные противоречия, то с каждым годом, я об этом говорю публично, из-за весьма странной политики Запада и Евросоюза, эти сдерживания уже не имеют того характера. И если они используют такие методы, то совершенно очевидно, что другая сторона тоже не видит проблем в использовании, в игнорировании чего-то мнения, в подкупе и манипуляции общественным сознанием, в переворачивании с больной головы на здоровую и так далее. И вот эти методы, то, о чем я говорю, они не могут не привести к конфликтам. И то, что у нас об этом не говорят, то, что мы на территории такой маленькой страны, не хотим уже слышать друг друга. Я только за Европу, а все, что ты будешь говорить, меня не интересует. И точно то же самое наоборот. Это изначально конфликт. Но, получается, тогда у Молдови есть такая большая, достаточно весомая часть общества, которое стремится в Европейский Союз и таким образом стремится быть поглощенным, да, вот этим безграничным пространством. Ну, как им кажется, по крайней мере. Хорошо это или плохо все-таки для страны стать вот большой частью, конечно, общности, но с другой непонятно, где же заканчиваешься ты, где начинается другой. И это взаимное проникновение может тебя самого стереть. Вопрос, эти люди в личном порядке хотят стать частью Европы. То есть, может быть, они хотят стать немцами или стать французами и находят конец румынами. Но это в личном порядке. Они думают о себе. Они не думают о стране, они не думают о обществе. Они видят, какую выгоду это принесет им. Но они забывают, что немцы остаются немцами, а начальник остается вылечами. Что, мир в Катынаже, если хотят в Европу? То есть, они при этом забывают или не хотят думать, а кто они сам. Вообще в обществе, в любом обществе, даже в человеческом обществе. Чем более они развиты, тем более удобно, комфортно и чувствуют себя люди, которые сами по себе просто что-то представляют. У них есть собственная насленность, у них есть собственное «я», и у них есть какая-то польза. И не только от того, что они находятся в обществе, но они сами по себе что-то представляют. Мне кажется, что те, которые стремятся в Европу, думают, что Европа заменит то, чего в них нет. Вместо того, чтобы сначала создать что-то, чтобы быть равным членом Европы или любого другого сообщества на основании какой-то сути своей, положительной. А если этого нет, то никуда стремиться не надо, не это беспредельно. Да, есть хорошо такое заявление, я хочу стать европейцем, но как бы мусор, выбрасывать мусорку, это не обязательно. Если бы стать европейцем, надо стать молдавалем или представителем государства Молдова, и чтобы это государство было на соответствующем уровне внутреннем, моральном, нравственном государстве, законном, тогда можно идти в Европу. А без этого Европа это никому не даст. А вот вы говорите, да, чтобы стать государством, вот для вас какие компоненты для Молдовы, для любого государства, необходимы и обязательно, чтобы оно было государством? Во-первых, сознание, что Молдова это независимое самостоятельное государство. И Молдованы это отдельный народ. На мой взгляд, большая часть тех, которые говорят о стремлении в Европу, они вряд ли считают себя народом, отдельным. Но в Союзе считают себя частью другого народа. Если вы частью другого народа, то наставьте Европу покой, присоединяйтесь к ним. Тем более, паспорта у многих уже есть. Если говорить об экспертной оценке, там, о чем говорил Валерий. Очень многие люди, которые действительно могли бы поделиться своим мнением, они предпочитают, уходя на пенсию или просто уходя со своего поста, вот как-то так вот растворяться. В толпе каждый остается при своем мнении, который может быть счастливчику удается узнать где-то на кухне, пообщавшись с ним. Вы же очень активно выступаете, комментируете. Вам зачем оно нужно? Это такой вопрос, который, знаете, детям задают для того, чтобы они правду рассказали. Я всегда, все годы службы, и до этого стремился иметь собственное мнение. В годы службы, я думаю, это было особо чреватое. Да. Там тоже было. Были с этим проблемы. И я старался создать это мнение объективно. То есть, чтобы правильно понять и оценить ситуацию, а не подвергаться ни желаниям, ни своим взглядам, и не идти по линии, дать более удобное, но более безобедное определение. Я не был инициатором такой активности в высказывании своего мнения. Но так уж получилось. Когда меня спрашивали, я говорил то, что я думаю, и объективно. И не пытаясь его как-то завуалировать или сделать его политкорректным. И, вероятно, это было интереснее, потому стали спрашивать больше и больше. Чем больше спрашивали, тем больше я отвечал. Но я всегда стараюсь ответить абсолютно объективно, так, как я думаю. И основываться на фактах. Если факты лицеприятные и выводы лицеприятные, я их говорю. Если они менее лицеприятные, я их тоже говорю, меня абсолютно не интересует, как к этому отнесутся. Большинство людей, да, интересуют, как к этому отнесутся. Мне все равно. Главное для меня, прав я или не прав. И правильно я оценил обстановку или нет. Все остальное не играть никакого значения. Вот в каких областях, по-твоему, особенный дефицит экспертной оценки? Я знаю, что тебе тоже периодически задают этот вопрос, зачем оно тебе нужно. Вот постоянно ходить, говорить, не молчать. Ну, два вопроса, отвечая на любой из них, который был первым. Недавно появился анекдот. На повестке заседания правительства Молдовы два вопроса. Первое, починить сарай. И второе, построение европейской, демократической Молдавии. Так как досок и средств нет, перешли сразу ко второму вопросу. Наша европейская интеграция, к сожалению, за пять лет ограничивается примерно смыслом этого анекдота. Никто не занимается реальной работой, никто не хочет ремонтировать, а тем более строить. Потому что это затратно, это головная боль. И зачем оно надо, когда можно просто размахивать европейским флагом, рассказывать, что мы идем туда. Ну, а в это время дальше мы все знаем, что происходит. Об этом говорят много в публичном пространстве, и все мы это видим. То, что Европейскому Союзу, нашим западным партнерам, это настолько нравится, что они, вопреки здравому смыслу, называют вот весь этот бардак истории успеха. Это клише, который придумали наши западные партнеры. И пять лет они говорят, что Молдавия – это история успеха. Ну, как в последнее время, мне кажется, они реже используют. Ну, пять лет подряд, во всяком случае, это была манта. Нам прививали это. Мы называли, с их точки зрения, историю успеха. Для граждан этой страны это выглядит абсурдно, конечно. Дела все хуже, мы, значит, история успеха. Причем, за те вещи, за которые в их странах политиков сажают в тюрьму, причем надолго, у нас пожимают руки, хлопают по плечу и говорят о том, что лучше быть не может. Я другой такой страны не знаю, где-то вольно дышит человек. В общем, пространстве нашем публичном у нас и так с людьми сложно. А с людьми смелыми, и которые, во всяком случае, имели бы свою точку зрения, ведь мы же не говорим правильно и неправильно, это сложно оценивать, чтобы она была. Но это не просто дефицит. Таких людей просто нет. Более того, если мы не будем призывать, обязательно людей выступать по телевидению или радио, или писать статьи, потому что, предположим, это сложно. А вот если мы возьмем лист бумаги и попробуем написать, кого мы можем пригласить на вопросы, касающиеся безопасности государства. И не имея в виду политические пристрастия, не имея в виду нравится он мне не нравится, просто взять и написать людей, у которых есть мнение. Я думаю, после третьей строчки у нас начнутся проблемы. Я говорю абсолютно серьезно. Есть у многих профессионального оценки. Мы говорим с вами о профессиональной оценке, потому что экспертов-то у нас по животноводству, это практически начиная с меня. То есть я тоже что-то могу там сказать, что-то там. Но мы же говорим о людях, которых как минимум должно быть образование в этой области, желательно опыт. И уж тем более его оценка должна сопровождаться еще и предложениями, что и как нужно делать. Я об этих людях говорю. И то, что мы за буквально 20 лет, помимо своего экономического потенциала, растеряли практически полностью человеческий, это невосполнимая утрата, потому что, как известно, экспертов особенно в области безопасности, а тем более государственного строения, как и офицеров спецслужб, ну это 7, 10, а то и 15 лет, пока человек начинает производить, генерировать определенные идеи. Это про тех, кому сейчас под 40. А те, кто идут сзади у нас, те, кого сегодня 15-20 лет, русский язык нам не нужен. То есть он в школе не изучается. У нас есть Гагаузия, которая общается либо на гагаузском языке, либо на русском. Но Кишинев не собирается изучать русский язык. Непонятно, на каком языке будут общаться дети из Гагаузии и из Кишинева, которые сегодня больше не изучают русский язык. У нас есть Приднестровье, где 300 тысяч людей общаются практически исключительно на русском. Ну, есть определенное количество на молдавском. Кишинев не интересует, что будет делать те, кому сегодня 15 лет, и которые не говорят ни слова по-русски. Даже не предоставляют информацию на русском языке. И последняя тенденция это убрать со всех государственных сайтов из общего оборота убрать русский язык. То есть каким образом люди, которые хотят реинтегрироваться или быть в общем пространстве из Камрата, Бельц или Тирасполь, как они будут узнавать о законах, которые принимает этот парламент, как они будут читать. Вот Кишинев не интересует. Это ситуация. А то, что в публичном пространстве у нас не слышно ни одного голоса, который бы просто сказал, ну, погодите, ну, это же элементарно, что вы творите. Я не говорю, что слышно мало, его просто не слышно. То есть таких мнений просто нет. Говорит о том, что у нас экспертного, так называемого, сообщества, его просто нет. Потому что если человек понимает, что происходит, он найдет формулу, как заявить о себе, статью написать. Сегодня, благо, об этом можно записать такую передачу, как у нас, выложить ее в интернет. То есть есть возможность себя отдать, услышать, но этого нет. И поэтому начинают людей, которые разбираются в безопасности государства, и заканчивая еще более сложной темой государственного строительства, у нас таких людей нет. Очень многие государства сейчас настолько заняты, ну, даже на примере Молдовы. У нас здесь такая большая шахматная игра, ну, по крайней мере, руководство страны уверено, что они великие шахматисты. Кроме того, они неплохие экономисты и бизнесмены тоже, как они считают. И, Валерий Иванович меня подскажет, у нас вот спецслужбы, они как-то остаются, какие многие ведомства, ну, за бортом внимания. Туда попадают случайные люди. Как-то особо внимания и предсказывания анализа, аналитики, ну, вот нет всего этого. А как вы считаете, страна не теряет ли действительно вот огромный просто, ну, вот, огромный потенциал своего развития, не уделяя должного внимания, вот тому, что так все всегда боялись этого спецслужб? Ну, как бы это один из таких столпов государства. Ну, великим шахматистам, которые пытаются играть в шахматы, я бы сказал, гроссмейстер, он так не ходит. Вы просто не видели, у нас шахматы почти в человеческий рост, в детский рост есть по Кишиням, весь Кишинев заставлен шахматными досками. Трудно быть гроссмейстером и играть в шахматы, если он не знает, как вообще ходит фигура. Но это то, что пытаются делать. В отношении того, что вы говорили, вся проблема в том, что власти-то не нужны эти структуры, потому что они только мешают. То есть, если будут какие-то объективные структуры, профессиональные, которые будут давать свои советы, они большей частью будут противоречить личным или политическим амбициям этих людей. Так зачем нужны эти структуры? По большому счету, они так же и не считают, что у Молдовы есть какие-то внешние угрозы. Основной враг внутри. И поэтому, если они пытаются что-то сделать, то понять больше агентурной работой, а не осмысленной, а кто враги. И в этой области тоже, они не пытаются понять причины, потому что, если они поймут причины, тогда надо будет бороться с причинами, а лучше бороться с конкретными людьми, нейтрализовать их. Поэтому и система государственной обыслии, и система всех разведслужб, и система безопасности именно построена так. Она построена под тех власти придержащих, под их принципы, под их цели, которые ничего не имеют общего с понятием государства, государственной политики, государственной безопасности и государственных интересов. Они их просто не интересуют. Хорошо, а где специалисты остались? В каких странах? На кого стоило бы равняться? Кто является лидером в этой области? Это очень сложная проблема, потому что я дам такой пример. Вроде бы мы развитая страна, правильно? у нас никогда не было Совета национальной безопасности. Это вы про Израиль, потому что мы находимся в Молдове, зрители могут подумать, что Молдова развита страна. не было. После войны судного дня, которая потрясла всю страну, не только армию, комиссия, которая расследовала причины неудач в начале войны, постановила должен быть Совет национальной безопасности. Все министры обороны торпедировали это. Все командующие, все начальники генерального штаба были против. И некоторые премьер-министры этого не хотели. Почему? С одной стороны, это ограничивало их возможности влияния, и с другой стороны, мешало. Я сам умный. Раз. По аналогии, если такой умный, то почему ты не такой богатый? Если такой способный, почему же я у власти, а не ты? А если я, я умнее тебя? И до сих пор у нас нет действенного, правильного, нормального Совета безопасности. И если во главе Совета появляется более динамичный, серьезный человек, который хочет придать ему то значение, которое должно быть в демократическом государстве, он быстро вступает в конфликт, его убирают. то есть эта проблема не только такой страны, как Молдова, да, в нашей стране это проблема. И это очень долгий путь, и он может, его может пройти только общество и государство с достаточно высоким уровнем политической культуры и с достаточно высоким уровнем понимания, как должны приниматься государственные решения в демократическом государстве. Для этого сделано решение, что государство должно быть поднено демократическим. Вот увильнули вы от ответа, все-таки есть ориентир где-то в мире? Ну вот кто-то? Есть, но чтобы это было абсолютно хорошо, нет. Но во многих странах это есть. Насколько это помогает, я не знаю, потому что, например, если судить по решениям, которые приняли европейские государства и Соединенные Штаты по поводу Украины год назад, это не срабатывает, потому что никто не ожидал такого развития событий, таких катастрофических результатов, прежде всего для Украины, потом для себя. Значит, структура есть, люди есть, специалисты есть, они этим занимаются. А толку что? То есть проблема, она до сих пор не решена. То, что это необходимо, да. Но просто создание таких структур, оно еще не обеспечивает успеха. Поэтому, ну, если их не создавать вообще, то точно успеха не будет, это заранее обречено. То есть, в любом случае, надо пытаться их создавать, надо пытаться их развивать, но и армия, и власть, она является частицей общества. И без высокоразвитой культуры общества вряд ли это пройдет. Есть страна, в которой это доработает. Это коммунистическая страна, она называется Китайская Народная Республика. Вот там государственные проблемы пытаются решать осмысленно, коллективно. они не гарантированы от неуспехов, но вероятность у них более правильных государственных решений выше. Но, как мы знаем, Китай это не совсем демократическая государственная государственная не совсем. Не совсем подходит под западные стандарты демократии. Это, если меня спрашиваете, это необходимо создать. Необходимо, чтобы эти мысли, понятия, определения, оценки по крайней мере производились. Второй уже этап будет не менее сложный, как их реализовать. Но, если этой мысли вообще нет, как я понимаю из ваших слов, в Молдове, то я не могу это оценивать точно. Я говорю в Молдове, то это необходимо создать. реализация этих мыслей это уже другая проблема. Но осмысленно и понимание ситуации должно быть на любом уровне и по крайней мере, чтобы оно было доведено на свидание и руководства, и граждан. Валерий Иванович, здесь может как раз добавить и свою оценку. К сожалению, то, что говорит Яков Иосифович, является подтверждением нашей реальной ситуации в Молдове в том смысле, что политические и руководители, имея в виду нынешнюю ситуацию, они объективно не заинтересованы в таких оценках. Во-первых, потому что они нелицеприятны. Во-вторых, они будут объективной оценки указывать, что в первую очередь главной проблемой безопасности нашей страны являются как раз политики. то есть те, кто их назначал, являются главной проблемой, потому что у них нет четкого понимания, как выглядит, во-первых, сегодняшнее государство. Большинство из нынешних руководителей не бывают ни в Приднестровье, они не бывают в Гагаузии, они не бывают в селах, им это не надо. Они бывают в Берлине, они бывают в Лондоне, где угодно, но только не в стране. Они не читают нелицеприятную информацию, потому что они догадываются, что ничего хорошего они там не увидят. Они понимают, что у них короткий политический срок, и они занимаются тактическим решением вопросов. Как еще чуть-чуть остаться у власти? Они не думают о стратегическом видении этого государства, потому что тогда их действия были бы совершенно другими. Они в первую очередь бы думали о создании рабочих мест, потому что это самое главное для того, чтобы здесь оставались люди, они работали. Они думали о том, что в той ситуации, в которой находится наша страна, невозможно, преступно и глупо ставить такую дилемму, ты с кем? С Европой или Россией? Молдавия не перемещалась за все последние 500 лет ни вправо, ни влево. Мы там, где и были. Границы перемещались. Мы здесь остались теми же. Народности более-менее остались теми же. Это идиотизм. Отрицать все, что было до 90-го года, у нас оно, в принципе, отрицается на политическом уровне, на государственном. Все, что было до 90-го, это плохо. Потом у нас вообще любители проваливаться. То есть последние 7 лет было плохо. Или коррупция появилась только там 10 лет назад, до этого ее не было. То есть проваливаться. Поэтому нужно быть объективными. Это общество и люди, и налогоплательщики это те, кто генерирует этих политиков. Потому что если бы люди научились распознавать врагов, популистов и неучей, то поддержка не было такой. Это как раз то, о чем вы говорили. В итоге у них есть возможность, находясь во власти, смотреть с улыбкой на любую другую экспертизу. Потому что если ты такой умный, то у меня 20 мест в парламенте, ты кто такой? И получается замкнутый круг, что те, кто и занимаются подобной экспертизой, может быть, в теории, они никому не нужны. Эти оценки нелицеприятные тоже никому не нужны. И происходит деморализация. И мне вот очень интересно, я на правах нашего честного разговора, вот Яков Юсив, очень интересно, я у Лены заберу микрофон. А вот эти данные, которые я вам описываю, общество в таком настроении и в таких параметрах, когда политический класс пользуется тем, что традиционно молдавское общество, оно не революционно. У нас здесь бойцов нет. Политический энергетик. Здесь у нас такая своеобразная партизанская культура, да, то есть китайского направления. Я посижу на берегу, пока твой труп проплывет. То есть борьбы здесь никакой политической никогда особо открыто не было. Про союзов у нас нет. Но тем не менее люди периодически психуют и на выборах выбирают других. но тут такая форма. Раз в 4 года сделать какой-нибудь финт и выбрать вообще кого-то неожиданно. Но это раз в 4 года. Как таковой активной политической деятельности нет, гражданское общество требует только денег и грантов, и как ты скажешь, так и будет. Я тебе там и напишу, правда и бумаги никто не считает. Каким образом вот этот замкнутый круг вот в этих реалиях можно перевернуть? Пока не появится реальная политическая сила, которая питается от народа и живет интересами народа, ничего не изменится. На Итан ТВ здесь очень многие смотрят, как ни странно, вроде бы далекое телевидение. А в программе «Особая папка» вы очень много внимания, если не сказать, что наверное последнее время практически все, подавляющее большинство выпусков посвящены ситуации на Украине. Вы сегодня говорили, я думаю и завтра будете говорить о том, что никто не ожидал такого поворота событий. Вот не может ли этот вал, то, что происходит, выдать какие-нибудь ну вот такие метастазы где-то в таких боках у того, кто все это вот закрутил, завертел, что за голову схватится и в конечном итоге придется сесть за стол приговоров и сказать, ребят, хватит. Но это уже произошло. В Европе схватились за голову и когда они поняли, что из того, что они сделали пока в Европе на окраине идет настоящая гражданская война, и эта война все больше и больше втягивает Европу в эту войну и ставит ее саму на грань политической и военной конфронтации, вот это сейчас они поняли. Второе, они не рассчитывали и только теперь они поняли, какая это экономическая проблема и прямая от того, что требует Украина, и косвенная, когда они слепо пошли за введением санкций, думая, что санкции заставят Россию изменить свою политику. Сейчас все признали, даже Керри вчера, что санкции не повлияли на политику России, но санкции они всегда обоюдны, то есть они получили тройной проигрыш, результаты были с точностью наоборот то, чего они хотели для Украины и украинского населения, Европа на грани экономической трудностей, дополнительных естественных именно из-за того, что они сделали, и Европа на грани по крайней мере военного конфликта не только внутри Украины, но и вне Украины, куда они втягиваются. Никто этого не предполагал, никто этого не хотел. Ну вот говоря тоже о перемирии, о минских переговорах, вы очень такую жесткую оценку дали, едва ли не Россия отвернулась от ДНР, в частности из-за того, что не говорится о том, что она признает существующий каких-то территориальных, легальных, ну легальных служит, пока говорить на таких вот обрисах, нынешнюю ситуацию, речь идет именно о выборах, исходя из законодательства Украины, учитывая интересы определенных регионов, то есть вот это все вот такое вот размытое. По вашему мнению, Россия действительно, ну вот, мнение не изменилось ли у вас за эти недели, которые, ну вот, прошли с того момента, когда вы сказали турус? Может быть, такое впечатление произошло, то, что я хотел сказать, что то, что записано в этих соглашениях, и если это будет все реализовано, это означает отказ России от своей прежней политики, но очень часто государства подписывают какие-то соглашения, зная и надеясь, что только часть их будет реализована, то есть в том виде, в котором соглашения подписаны, и то, что там указано, вряд ли это будет реализовано. И подписывая эти соглашения, вероятно, на это и надеялись, потому что я не вижу со стороны России, кроме формальных соглашений, какого-то признака того, что она хочет поменять свою политику в отношении украинского конфликта. И все идет к тому, что основное, что хотела добиться Россия, это прекращение огня и начало переговоров, а для этого, если для этого было необходимо подписать еще десяток пунктов, которые все равно не будут реализованы, и для того, чтобы первое было осуществлено, они до этого пошли. Из этих пунктов, о чем вы говорите, все-таки есть еще вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины, разоружение всех незаконных групп, называя группы незаконными на тот момент, пока там действуют те, здесь, например, некоторые русскоязычные телеканалы в Молдове, их называют сепаратистами, а те, которые приведутся другой точки зрения, называют их ополченцами. Вот в данной ситуации для людей это тоже деморализующие, которые там кто-то отстаивает свое мнение со стороны России. Такое... Я за четкие однозначные определения. Но политики, особенно дипломаты в документах, не стараются делать их как более туманными, чтобы потом можно их было как бы интерпретировать или интерпретировать так, как им удобно. Вот. И поэтому что законно, с точки зрения каких законов, есть ли вообще законы на Украине, если по украинским законам, тогда по тому распоряжению правительства, нацгвардия это законно, а ополченцы незаконно. Понятно, что реально этот пункт невозможно привести в жизнь. Но он существует для того, чтобы успокоить тех или иных. Потому что реально вопросы решаются не на бумаге, а до сих пор они решались на поле бомба. Павел Иванович, вот как раз вопрос с точки зрения какой-то такой диантологического журналистского кодекса, вообще общечеловеческого, насколько коробит, не коробит употребление здесь в Молдове вот этих слов сепаратизм в отношении Донецкой республики. Потому что как никто другой знаете о том, как здесь болезненно воспринимается в связи с Приднестровским конфликтом вот эта формулировка сама сепаратизм. Она практически как обзывательство. Мы все прекрасно даем себе отчет, что в Молдовии мало кто понимает, что происходит в Украине, каковы причины. это вообще во всем мире сейчас проблема понять, что откуда и как произошло. И в России это трактуется неоднозначно, про Украину молчу. Но у нас с нашим низким уровнем политической культуры и понимания все сводится как обычно, как и в других областях в зависимости от субъективных симпатий. То есть если ты за Европу, то автоматически и за Румынию, то ты автоматически сразу антироссийский, автоматически. И все сразу заходит в соответствующую форму. У нас не существует никакой государственной оценки, насколько вы знаете. У нас нет никакой оценки. По этому поводу не высказывался ни один политик, кроме некоторых странных товарищей, которые засветились на Майдане. При этом у нас в стране эти же политики запрещают и по возможности ограничивают возможности не то, что Майдана, а просто даже, чтобы люди собирались. Это очевидно и естественно. Одна из главных проблем в том, что для нас, как для соседей Украины, имея Приднестровский вопрос, в развитии тех проблем, которые мы сегодня с вами здесь раскрываем, спецслужбы, они, может быть, эту информацию и собирают, потому что основной задачей спецслужбы это добывание оперативными путями информации и информирование политического руководства страны, и иногда предложениями или рекомендациями, хотя это далеко не обязательно. Их дело это специальными методами получать эту информацию, желательно упреждающего характера, и информировать об этом политическом руководстве. Но самое главное в этой всей формуле это получатель. Кто получает эту информацию? ребята-оперативники, наверняка, я думаю, из наших позиций, они более-менее информируют о состоянии в стране и то, что рядом. Я думаю, это не такая сложная задача. Но кто получатель этого? По нашему законодательству это президент, иногда премьер-министр. Но мы видим, кто эти люди. То есть я сейчас не буду давать никаких оценок, я не буду давать никаких оценок те, кто нас смотрят, пусть дадут свою оценку, но они читать не умеют. Практически в прямом смысле. Естественно, что они это не читают. В таком случае эта работа не востребована. Политики заняты исключительно тем, чтобы остаться у власти. Эти так называемые ваши государственные возня, что вы тут показываете какие-то разведсводки, а что там, где это и так далее. Ты мне скажи про конкурента, ты мне скажи вот эти с оппозицией, что там за уши, а не чьи, кто финансирует и нельзя ли их закрыть. То есть все сходится на такой сельский уровень местечковых разборок. И как и говорил сегодня наш коллега, ну и пока не будет государственного мышления, а к сожалению я услышал тот ответ, о котором к сожалению приходится догадываться, что пока мы как общество не породим деятелей, которые будут на прямой связи с интересами народа, как это бы пафосно не звучало, а другой формулы нет, то никакими в свете вашего вопроса можем ли мы на кого-то ориентироваться. Конечно, есть интересные спецслужбы в мире. И, конечно, Яков Иосифович так скромно сказал, но мы никогда не дорастем, к сожалению, до уровня спецслужбы Израиля. Можем ориентироваться даже на что-то приближенное к нам, но сами спецслужбы и их подготовка еще не гарантируют развитие государства. И нужен критический список людей во всех параметрах, которые этой информацией будут пользоваться и соответственно строить. Но мы не можем построить здесь Голландию. Это нереально. У нас не может быть здесь Англия или Великобритания. И у нас здесь не может быть Израиля, потому что это очень специфично. Мы должны строить свою страну, исходя из тех реалий, которые есть у нас. Для этого нужно политическое мышление, которое нельзя скопировать. И из какой книги по политологии или читая всю историю Израиля, мы никогда не сможем повторить этот путь, да и не надо. Мы должны строить свое государство, исходя из тех реалий, которые есть у нас. Но это мы не преподают. У нас практически не преподают социологию. Мы государство со столькими проблемами. У нас в высших учебных заведениях не преподается социология. Можете себе представить уровень культуры студентов. Историю мы изучаем не своей страны. У нас нет истории Молдавии, истории Молдаван. У нас история Румын. Как можно развивать Молдавию, не зная, что было 10, 15, 50, 70 лет назад? Вы сами понимаете, к чему это ведет. Политический класс это не интересует, потому что можно пользоваться теми клише, о которых мы говорили. И получается, что мы приходим к одному ответу. Пока само общество не породит вот этих политиков с новым мышлением. Значит, нет этого запроса еще со стороны общества. Мы же все здесь говорим о том, что вот нужны другие, нужна третья сила. Но они с неба не появятся. И, к сожалению, и это правильно, что из-за рубежа нам их не поставят. Ну, пытаются же министративить. Пытаются. Но я говорю в интересах нашей страны. Нам пытаются поставить прямую линию связи между Брюсселем, Вашингтоном и Кишинемом, чтобы поднять трубку и сказать, как надо. Это ручное управление. Я не знаю, как в Израиле переживали события, которые произошли год назад, скоро в Одессе, в Кишиневе. Это очень болезненно было воспринято. Хотя при всем при этом тоже сразу же было прописано. Это вот одни решили, что это эти, вторые решили, что это эти. все вынесли приговор. Что это было? Вот ответ на этот вопрос, по-моему, до сих пор, ну, по крайней мере, я не услышала. Может, Валерий Иванович подскажет. Это была такая проверка на вшивость. Это была возможность напомнить о том, что, ребят, тут у вас тоже не все спокойно. Здесь мы тоже можем подложить вам что-то. или, ну, вот, может быть, действительно, это было какое-то такое вот спонтанное, две группы столкнулись, сожгли людей. Ну, просто надо понимать, что Кишинев и Одесса это таких два очень близких и ментально, и территориально города, и наши друзья, наши знакомые, наши близкие живут и там, и там. Ну, думаю, то, что произошло в Одессе, хотели применить силу, хотели показать, но это вышло из-под контроля. Это часто бывает. Когда начинают бушевать чернь, и власть не вмешивается, а нет ничего опаснее свирепой толпы, которая наэлектролизованной ненависти, особенно, когда ей дали оружие, и когда ей сказали, делайте, что хотите. Тогда они идут на зверство, толпа всегда более зверская, чем отдельные человек. Толпа как бы снимает ответственность с каждого индивиду, и тогда все звериное у нее, все жестокое, все животное проявляется. Границ нет, ни моральных, ни законных. И если это остановить, то есть если дать толпам решать проблемы, то это придет к таким результатам в любой стране, в любом обществе. То есть нельзя, нельзя дать толпе, рассверепеть, потерять контроль и делать то, что она хочет. особенно, если и в ней находятся подстрекатели или люди, которые хотят, чтобы было немного крови. А кровь совершенно превращает толпу в обезумевшую. И даже нормальные люди функционируют в ней по-другому. пример такого маршевого психоза, если он переходит в государственное, это нацистская Германия, то, что там было. Или Камбоджа, то, что там было. То есть общество, если оно не в состоянии надеть на своих граждан какие-то культурные рамки, ограничения, нравственные, оно перейдет к тому, что в свое время было на Украине во время гражданской войны или во время гайдематчины. Пока не вошла русская армия и не повесили гайдемаков на протяжении 100-километровой дороги, усмирить их было невозможно. Это просто озверелое стадо. У нас в Молдове есть еще один вопрос, который я как-то не планировала, но вот очень близко. То, что вы говорите о толпе, наше 7 апреля. Насколько вы смотрели, следили за тем, что происходит? Для нас это тоже был шок, потому что мы смотрели о том, что происходит на площади, в прямом эфире. Это было хуже любого реалити-шоу, и мы видели, как люди, а многих людей ты знаешь, они становились и вели себя не совсем как люди. Да? То есть, если это не перешло в более сильные эксцессы, как, например, было на Украине, то вам, как говорят, в Одессе дико повезло. Мое мнение, вот пусть будет политически окрашенное мнение, мое мнение, что 7 апреля страну профукали. Не было принято жесткого решения, которое могло. Это не такая большая толпа. Можно было спокойно. Я видела, как работают ребята вот в деле. Минута, самолет освобожден, если действительно профессионалы работают. Здесь тоже видно было, где зачинщики, кто что делает. Можно ли было это предотвратить? Либо это верный шаг, то, что все-таки президент тогдашний Владимир Воронин не взял на себя решение и, ну, по его словам, не пролилась кровь. Ну, тогда чудо спасло Молдову от майданского варианта. Но ошибка его была такая же, как ошибка Януковича. Закон есть закон. Можно выступать с любыми протестами, но в законных рамках. Не применяя силу, и не отменяя законы. Если власть не в состоянии этого дела, происходит то, что произошло в России в 17-м, или то, что произошло в Одессе, или то, что произошло до Майдана, или то, что произошло в Египте в своем. То есть предотвратить это все-таки нужно было? Это обязанность власти. Это обязанность власти. Не против протеста. Протест пусть будет. Но обеспечить, чтобы он был в законных рамках и не перерастал в бесчинство совершенно зверелой толпы. Это любое государство, любая власть не только способна делать, она обязана это делать. Мы узнаем когда-то про 7 апреля? При наличии политической воли это очень легко. Особенно в наших условиях, где есть видео, где понятно, кому это было выгодно. То есть если будет политическая воля, я даже не говорю экспертиза, потому что экспертиза есть. Это не такое сложное дело при наличии абсолютно всех видеоматериалов. Как только появится политическая воля, узнать, я думаю, будет от начала до конца, и зачинщики, и кто планировал, и как это делалось, и так далее. То есть где-то эта папка лежит? Просто время ее открыть? Я думаю, что как раз те, кто во власти, все, что касается папок, как раз, что они это все постараются со временем, чтобы оно исчезло. Но рукописи не горят. Поэтому... Память стирается. Если будет желание, политическая воля, то мы узнаем. Более того, я считаю, что это мое искреннее мнение, что пока Молдавия не даст четкую трезвую оценку тому, что произошло здесь в 92-м году, как бы это больно ни было, мы не можем развиваться как государство. И пока мы не дадим четкую оценку 2-я серия, 7-му апреля, благо, я думаю, что там зачинщиков 1-2, и кто... зачинщиков в смысле инициаторов всего этого дела, и кто планировал, и как это исполнял, то мы не сможем развиваться как нормальное государство. Всегда будет эта дыра, в которую мы будем проваливаться, потому что это не то, что неустойчивое государство, это даже не государство, которое не отвечает на главные вопросы по диагнозу своей болезни. 92-й год – это серьезная проблема, и мы должны четко ответить, как бы ни было больно, кто является зачинщиком, инициатором, кто является автором и планов, и преступных приказов. Я говорю обо всех сторонах, обо абсолютно всех, потому что, опять же, глупо прикрываться, что из Террасполя во всем венят Кишинев, а из Кишинева правы только одни, да, и это, как правило, те, кто были тогда, так не бывает, особенно таких. Поэтому такую оценку нужно давать, и по 7 апреля тоже обязательно. Приднестровье сейчас, мы говорим о 92-м годе, конечно же, имеем в виду Приднестровье, заняло выжидательное, даже не выжидательное, а, знаете, такая позиция молчания. Происходит на Украине, Украина более чем близко, это просто вот такая граница, рядом роют ров долго, методично, но роют зачем-то, непонятно, зачем танки перелетают. Что потом закапывают. Что потом закапывают. В общем, людям нужно куда-то сил одевать. С другой стороны, то есть, с одной стороны, Украина, которая неспокоена, с другой стороны, значит, Молдова, которая вот как-то тоже не очень себя понятно и адекватно иногда ведет. У нас вот с НАТО мы практически объединяемся и чуть ли не намереваемся влиться в его ряды плотные. Насколько мудро поступает Приднестровье, вот сейчас не обозначая свою позицию, так, молча. Ну, в отношении НАТО я могу сказать, что по правилам НАТО не может быть членом НАТО государство, которое находится в территориальном конфликте или военном конфликте или другую страну. Все Приднестровцы успокоились. То есть, Молдова, пока существует Приднестровье, но не может быть в НАТО. Потому что, как Украина, пока есть конфликт с Россией из-за Крыма или пока есть конфликт с Восточными областями. В отношении Приднестровья Украина больше всего боялась, что Приднестровье будет использовано как плацдарм для проникновения пророссийских сил на территорию Украины, в первую очередь с приграничными областями. Более чем на другое что-то Украина не способна. Поэтому, что у Украины нет на сегодняшний день внешней политики, кроме нагнетания антироссийской истерии и зарабатывания на этом политических и экономических дивидендов, как они думают. С точки зрения Приднестровья, у Приднестровья нет никаких аспираций ни к Западу, ни к Востоку. То есть, насколько я знаю, приднестровцы не собираются идти на Кишинев, если бы собрались, у них бы не было проблем. И они не собираются вмешиваться в конфликт на Украине. Вероятно, это отражение того видения положения, которое существует в Москве и которое в какой-то мере ограничивает те или иные желания в Приднестровье. Потому что, если Приднестровье хотело бы, вся Молдавия уже была бы в них в руках. Как это прямо? С военной точки зрения они соответствуют силой армии, или то, что называлось когда-то армией Молдовы и вооруженной силой Приднестрова. Год назад проходил в Приднестровье сбор подписей. Там было несколько референдумов в поддержку близких отношений с Россией, вхождение последующего провозглашения. Не провозглашение, провозглашение независимости уже было, а именно ориентированная независимость. С дальнейшим вхождением в состав Российской Федерации собирались подписи, чтобы люди в очередной раз подтвердили, что да, таки, да, хотим. В Гагаузе год назад в феврале прошел референдум, который тоже ориентир некий российский наметил. Зачем это делается? Вот вы можете, нет, конечно, мы каждый можем ответить, но это с точки зрения политиков, это лишний раз напомните себе и показать, вот флагом помахать, мы здесь, наше мнение такое, насколько это эффективно? Ведь без того и так все-все знают. Я не думаю, просто эти политики, думая мелкими понятиями, считают, часть из них искренне в это вере, часть из них считает, что это популярно, и за этим заработают политическую поддержку. Но они не учитывают позицию России, Россия не собирается принимать в Россию ни Приднестровье, ни Абхазию, ни Осетию, ничего. И в Российской Республике тоже. То есть те, кто говорят о присоединении к России, они просто не понимают международной обстановки. Россия не пойдет на это. Но часть из них искренне этого хотят, так же, как те, как говорят, хотят те, которые хотят присоединить Молдову к Румынии. так часть говорят, потому что так думают, а часть потому что считают, что это популярно. И это больше всегда аргумент у политиков говорить то, что повысит их популярность, чем то, что они действительно думают. И все-таки преднестровье, крымский, крымский референдум, крымский сценарий, многие пытались провоцировать на Приднестровье. И в Приднестровье действительно были эти настроения о том, что вот признали, их может быть признают и нас. И может ли повториться все? Я не думаю, что те, кто организовывает референдумы в Приднестровье не понимают отсутствие, скажем так, практических результатов на основе этих референдумов. Я думаю, что это адекватные люди, которые все прекрасно понимают, но эти люди живут тоже своей политической жизнью, в том числе внутренней. В этом регионе тоже нужна консолидация общества. Я, конечно, не являюсь сразу определить и подчеркнуть свою точку зрения. Для меня чуть абсурдно выглядит, когда власть делает митинги в свою пользу. Так как у нас было год назад, когда власть собрала на площади, используя весь админресурс, людей, якобы на сторонников евроинтеграции. По лицам этих людей было понятно, что, к сожалению, не все знали, куда они попали, для чего и откуда их привозили и так далее. По спискам отмечали, кто приехал, кто нет, если не приезжали, штрафовали. Когда у этих же людей через год те, кто организовывал, украли банк государственный, почему-то сторонники евроинтеграции, где принято, я имею в виду, в Европе принято протестовать, очень серьезно, когда у тебя что-то пытаются украсть. То есть, эти же люди почему-то в таком объеме не вышли протестовать, они предпочли, значит, евроинтегрироваться дома и смотреть по телевизору заявления этих же политиков. Поэтому в Тирасполе было очень много референдумов, в Гагаузии уже один прошел, Кишинев официально избегает любых референдумов, у нас очень боятся референдумов, очень, то есть, хотя вопросов очень много, есть критическая масса людей, которые утверждают, что язык у нас не молдавский и румынский, но при этом власти, которые пропагандируют эту идею, боятся устроить референдум, потому что реальность будет другой. Они утверждают, что большинство есть европейскую интеграцию, но боятся устроить референдум, потому что результаты будут потрясающими, причем для всех. И вот эта идея с самими референдумами, хотя я, как гражданин, считаю, что в такой ситуации, в которой находится Молдавия, мы все такие разные, на такой маленькой территории, то именно референдумы четко и внятно организованы и должны были быть тем показателем, который фиксирует ситуацию де-факто. Она может мне не понравиться, но если я увижу, как гражданин, что объективно организованный референдум говорит о том, что большинство людей, пусть будет 51%, хочет такой или такой вектор развития, или хочет того или другого направления, я смирюсь, такова процедура демократии. Но когда я вижу, так как живу в этой стране, что большинство против того, что нам навязывается через силу, конечно, я не могу верить, что это естественное развитие страны. Поэтому так долго я отвечаю на ваш вопрос. Референдумы в Приднестровье нужны, на мой взгляд, систематически для консолидирования общества, для того, чтобы показать еще, хотя, на мой взгляд, никакого эффекта они не имели, иметь не будут, но для Кишинева, конкретно, если мы говорим о нашей ситуации, и референдум в Гагаузе, и референдум в Тирасполе, разве такие болваны, что не можете съездить на машине 15 минут до Приднестровья и час до Камрата и просто услышать, там же надо достаточно походить по улицам, вот что, какие спецслужбы, просто полчаса прогуляйся, поговори с таксистом, водителем, еще с кем-то, и ты увидишь реальную картину, спецслужбы здесь не нужны, если ты сам не слышишь, ну тебе в ухо прокричат. У нас программа вот нового молдавского правительства, в ней есть такие стратегические направления и страны со стратегическим сотрудничеством, в этом числе Румыния, Украина, США, Россия уже стратегически не является партнером, по крайней мере, согласно вот этой программе правительства. Вот не фатальная ли это ошибка, вот так вот взять и вот вы говорите, что дипломаты всегда размыто, а у нас правительство, вот видите, очень честное, оно сразу взяло все и написало на бумаге, чтобы части населения, большая часть населения, которая на референдумах несколько иначе отзывается, вот как бы не было вопросов, и мы точно знали, мудр ли наше правительство? Я думаю, это не умный шаг, потому что отрезать Молдавию вот естественных связей с Россией, и пытаться все основать о неестественных связях с Соединенными Штатами или от тех, может быть, языковых, культурных связей с Румынией, под которыми нет никакой экономической или политической базы. Это просто неумно. Это пытаться извратить реальность и вместо реальной картины нарисовать какую-то фантастическую, которую нет в природе, которую нельзя достигнуть. каковы экономические отношения между Румынией и Молдовой? Насколько они развиты? Они являются приоритетными, кто-то что-то кому-то серьезно поставляет, намного большие связи между Молдовой и Россией. где работают иностранные рабочие Молдовы? В Румынии? В братской стране почти одного народа? Или они работают в России? Абсолютное большинство. И именно то, что они в России работают и дают Молдове доходы. Куда сбывается основное производство производство Молдовы? В Россию или в Европу? Или в Соединенные Штаты, не дай бог? Или в Румынию? То есть, исходя из этого, и строят свои интересы. И что получила практически Молдова, кроме власть-придержащих от Соединенных Штатов, какую помощь? Экономическую или политическую поддержку власть-придержащих за то, что они занимают антироссийскую политику. То есть, так должны определяться интересы страны, а не по прихоти и удобству тех, кто заказывает политику Молдовы. Где она определяется? В Ухресте, в Вашингтоне, в одном из подотделов среди партнерта или в Кишинево? В бюджете США тоже прописана помощь материальная по противостоянию давления. Эта помощь предусмотрена для Украины, Молдовы и Грузии. Не знаю, обратил ли кто внимание, но там крайне интересный пункт, где этот расположен. Он расположен, так скажем, между военной помощью Афганистана и что-то еще там. вот такое очень восточное Азия. Не странно ли это? Естественно. Естественно для американской политики, потому что американцы более-менее упорядоченные государства, и эта помощь особенно в том подотделе, который занимается военной помощью. они четко, они не дипломаты, они как молдавское правительство вот тут у нас. Они тоже не дипломаты, есть определенный порядок в американском, в американской администрации. Они очень схематичны, они просто не могут его изменить. то есть они могут спрятать эти пункты в бюджете Центрального Развитого Управления или других, но им не дает, потому что надо обозначить все-таки Молдову, для самой Молдовы, что американское правительство все-таки что-то как-то им интересуется. записать это в другом пункте американской бюрократии просто не может. Америка все-таки законопослушная. Леонидович, вас не удивляет то, что люди просто не читают этот документ в принципе, но он в общем доступе можно совершенно спокойно. Главный вопрос, на который я бы хотел услышать ответ в первую очередь от политиков, это с кем Молдавия собирается воевать? То есть вот эта военная помощь, неважно какого, пусть она будет носить нейтральный характер, типа, как мы можем догадаться, на повышение боеготовности и боеспособности молдавской армии. Например, такая нейтральная формулировочка. Чтобы любой человек сказал, что в этом плохого? Нормально, пусть помогают. Воевать с кем мы можем в принципе? Я уж не говорю о состоянии наших боевых сил. То есть пусть каждый судит под той информацией, которая есть в открытых источниках. Но с кем мы можем воевать? В принципе. С Румынией членом НАТО нет, с Украиной по понятным причинам нет. Тогда с кем? Сами с собой, что ли? Будем ходить стрелять по улицам из американского... Может быть, в рядах больших армий мы можем воевать? Молдавия нейтральная страна по конституции, напоминаю, поэтому мы не можем участвовать ни в каких военных действиях и ни в каких военных блоках. Конституцию никто не отменял, во всяком случае, формально. Поэтому такая чуть-чуть вот эта размытая формулировка, она у меня вызывает, конечно, опасений, в первую очередь. А вот эта тотальная тишина со стороны властей наших, которые должны хоть как-то комментировать, зачем нам еще и в такое смутное время какая-то военная помощь, зачем она нужна? Я против... Во-первых, у нас здесь оружия своего хватает. Своего. Поэтому появление любого вида более современного и так далее. 7 апреля и некоторые другие события показывают, что мы не в состоянии справиться даже с хулиганами. То есть наша система обеспечения государственной безопасности находится на той стадии, что 50 не особо умных хулиганов в маске смогли уничтожить здание парламента и президентуры. 50 человек. толпа была где-то под 10 тысяч, но действовали активно. Вся наша система неупреждающая информация, не система противостояния, она просто не сработала. Не надо рассказывать как там в теории или в доктрине или что-то. На деле вы себя показали. Не думаю, что что-то, когда во время у нас происходит иногда политические, за последние годы происходили некоторые политические разногласия, тут же у нас есть спецбатальон, который по улицам показывал пару бронетранспортеров, взорвали какие-то гранаты. То есть это вызывает омерзение, потому что когда на деле, они ничего не могут делать против каких-то непонятных политиков, чтобы они не выходили из дома, вот они делают это показательное выступление. И вот эта так называемая помощь, вот это даже не медвежья услуга, это провокация, потому что мы все должны понимать, что никто здесь воевать ни с кем не будет. Мы, зная нашу страну, пусть все, кто нас смотрит, хоть кто-то из пап или мам скажет, что он готов дать своему сыну оружие, чтобы он пошел сейчас, американское или какое там будет, чтобы он пошел стрелять в кого-то. В кого, во-первых, а во-вторых, кто даст. Потому что первая пуля полетит в него. Поэтому уже переходя на конкретику, не надо быть ослами, чтобы понимать, против кого нас вооружают. Поэтому является ли это в наших интересах? Ответа нет. Естественно, о том, мы говорим и России, потому что в тех же планах, которые вы читаете, речь идет о противостоянии в области масс-медиа, нужно закрывать российские телеканалы, потому что они пропагандируют и так далее, и оказывать еще и военную помощь. То есть, а Россия у нас чуть-чуть далековато, поэтому мы туда никак не попадем. А значит, речь идет единственное о том, что близко. Близко у нас Приднестровье. Но не надо быть большим специалистом в области безопасности, чтобы понимать, что это самоубийство, то, что происходит. И отсутствие реакции тех, кто во власти, что принимаются такие резолюции, такие рекомендации. Парализованный молдавский МИД, правительство, они не знают, не читают, не видят и не находят нужным кому-то что-то объяснять, что происходит. Хорошо. Вот мы говорим о том, что да, дополнительное вооружение, помощь, военная помощь для Молдовы. Если Молдова, ну как-то не хочется слово рыбница произносить, уже произнесено, вот в сторону Приднестровья Россия что сделает? То есть, если Молдова пытается силой решить конфликты? Да, вот так оно лучше как-то звучит. Если Россия не вмешается и не будет ограничивать Приднестровье, то это закончится для Кишинева катастрофой. То есть, единственное вмешательство России в данном случае, которое может быть, это сдерживать приднестровцев. Помогать им не надо. Судя по тому, что собой представляют вооруженные силы Молдов. Вот. А для того, чтобы вообще получать военную помощь, первое всего, надо определить, какие угрозы безопасности в Молдове есть. Да, с точки зрения. Если внешних нет, тогда остаются внутренние. То есть, тогда любая военная помощь Молдовы государству в нынешнем состоянии направлена только на одно, на обострение, разжигание внутренней гражданской войны. Что само по себе не потребно. Если только, если только, те, которые дают помощь, не заинтересованы, чтобы было обострение. Потому что, я еще раз говорю, до сих пор Приднестровская республика не угрожала Кишиневу. То есть, угроза может идти только из Кишинева. Но если Кишиневу хочет присоединить перед этим республику, он должен, прежде всего, определить и сказать, что мы единое государство. И мы хотим решить этот конфликт. И потом уже искать пути решения этого конфликта не ворове военным способом, а гражданским. Пока они этого не сделали. Это все совершенно бессмысленно, глупо и бесполезно. Получили оружие бесплатно. Бесплатное оружие тоже надо обслуживать. Это тоже столь денег. Во время минских переговоров, вот это же упоминали, это Ангела Меркель сказала, что мы не хотим Европу в России. Мы хотим Европу против России. Мы хотим Европу с Россией. Это для Соединенных Штатов не стало такое, знаете, вот как оплеха и пощечина, потому что, ребят, мы тут вроде как... Ну, это тем самым она признала, что, слушайте, а что это мы... Это я как-то сказал в одном интервью о поведении Европы сегодня напоминает, как вот после попойки утром проснулись, оборачиваются и говорят, а что это мы здесь натворили? Где это мы? С кем это мы? Что такое? Что мы сделали? То есть сейчас в этом отношении в Европе начинается похмелье. То есть утром они понимают, а что они натворили? И если они сделают из этого правильные выводы, тогда то, что сказала Меркель, будет не только фразой, потому что именно в этом решение проблемное. я еще тут еще одно замечание делал по тому вопросу, о котором раньше говорили, вот говорили о политическом, культурном уровне руководителей Молдавов. А скажите, пожалуйста, президент Франции, который сегодня или который был вчера, они что, отличаются? Они что, большие государственные деятели или обладали каким-то мышлением, или у них были какие-то данные, которые позволяют управлять государством, которое когда-то было империей, является одним и центральным. Нынешний президент Франции, это, как говорится, унижение для понятия президента во Франции во всех отношениях, в культурном, в личном, и, ну, кроме, так сказать, традиционного женского вопроса, там он как раз на высоте, так же, как и предыдущий президент, даже перещаголял его, но кроме этого, нет никаких данных у этих людей, как и во многих странах. А премьер-министр Великобритании, он тоже великий государственный деятель. То есть, все-таки есть государства, не люди, не отдельные фигуры определяют по-своему государству. Все они в лучшем случае более успешные, а, как правило, менее успешные партийные товарищи, которые в своих партиях какими-то путями или добились успеха, или вылетели на посты, которые привели их в власть. То есть, если бы кто-то пять лет назад сказал, лан, будет президентом Франции, ему сказали, что, с ума сошли. Его жена еще как-то, но он... У нас та же ситуация. То есть, в этом отношении вы ничем не отличаетесь от демократической Европы. Согласен. Так что, мы в хорошем тренде. Я все-таки хотела бы вернуться еще и к вашей судьбе, уже так скажем, завершая, потому что я понимаю, что долгий был разговор, но очень интересный на самом деле. Алия, которой вы занимались, достаточно большой проект, большая Алия, которым вот вы, наверное, руководили, можно сказать, руководили, или координировали, как вам удобнее, комфортнее. Если вопросами репатриации евреев из Европы, Восточной Европы, из Советского Союза, то я этим занимался в ведомости, профессионально. И по мере того, насколько я продвигался по службам, степень моего влияния была все больше и больше. Самая большая, когда я стал во главе этой службы. Но и до этого тоже, когда я отвечал за Всевосточную Европу или за Советскую Союзу, А по каким вопросам, кроме Алии, вы отвечали? Нет, непосредственное отношение я имел, то есть непосредственное было все, что связано с еврейским населением и его репатриацией в Израиле. Это то, что записано в определении цели организации, то, чем она занималась с момента ее создания в конце 51-го года. А в другие вопросы, это поскольку, поскольку они имели отношение ко мне или у меня было мнение, я тоже вмешивался. То есть пытался, чтобы решение других проблем, связанных с Советским Союзом или с евреями Советского Союза, когда мы говорили о Советском Союзе, то, что решают или определяют другие ведомства, это не мешало мне, а наоборот. но я хочу сказать, что в 85-м году на одном из внутренних совещаний Министерства иностранных дел, тогдашний министр иностранных дел Шимон Перес определил, к удивлению и неудовольствию работников израильского МИДа, что основной цель и интерес Израиля в Советском Союзе это евреи. Пришлось тогда мне, раз это основное, тогда все остальные должны на эту цель работать. И со всеми премьер-министрами, с которыми я работал до Биби Натанява, это была действительно основная цель. И поэтому, например, когда я работал с Исаком Раббином, если я ему говорил, мне это нужно, значит, он давал указания, и это было так, что я хотел. Но вы обескровили, обес, так скажем, лишили большого потенциала бывшее, ну, пространство бывшего Советского Союза. Вам не стыдно перед нами, скажите честно? Нет. Нет. То, что выезд евреев в Израиль нанес огромный ущерб странам исхода, это да, но это не моя проблема. Моя проблема это мое государство и мой народ. Я считал, что наилучшим решением еврейской проблемы является то, чтобы евреи жили в Израиль. Но не все же сами думали, те, кто собирался выехать... И мы силой никого не выдавливали. Вы не выдавливали. Но хитростью иногда... Людей выдавливало и вообще из Советского Союза, советская действительность, мы ее не вмешивались. Вообще, большие иммиграционные потоки всегда в истории человечества шли под давлением, а не по притяжению. Поэтому мы не занимались российской, советской, украинской действительностью. Мы занимались этими людьми, чтобы, с одной стороны, устранить все препятствия для их выезда, с другой стороны, максимально облегчить их выезд и обезопасить. А с третьей стороны, да, действительно, мы занимались как бы, чтобы пробудить у них национальное сознание. А были ли специалисты какие-то такие действительно мозги, ради которых могли пойти на многое, чтобы заполучить этих людей? То есть такие... Никогда мы на это не шли. То есть мы не меряли людей по качеству. Мы... Когда служба была создана, она была создана в 51-м году, в конце 51-го года. Ее предложили создать два человека, Бен-Гурион, он об этом говорил. Один, это был тогдашний директор Мусадару, Вен-Шунох, а в другой человек, Шайки Дан, который был другой организацией, которая существовала еще до создания государства, Мусадля-Лиабет. Он также был, служил в Америке, в британском подразделении, был заброшен в Румынию во время войны. И цель его была, это заняться евреями Восточной Европы и Советского Союза, и помочь как-то им в том, в чем они нуждаются. По большому счету, что это было? Маленькое государство, которое существует два года. У него ни армии, ни экономики, только проблемы. Огромный прилив населения из Северной Африки, из Восточных стран. И ничего нет. И вот это государство создает службу, цель которой вступить в конфликт с самой страшной силой, которая существовала в Европе, в Советском Союзе, со всеми спецслужбами всех восточноевропейских стран. И вот это государство создает маленькую службу, чтобы конфликтовать и действовать против этого монстра, которого боится весь мир. То есть для этого надо было иметь не только мужество и видение будущего, но и чисто моральный подход. За первые два года службы нам удалось вывезти из Восточной Европы и Советского Союза 40 человек. Нелегально, штучно, разными путями. Причем, кто знает ту историю, и тех, которых мы вывозили, и тех, которые вывезли, не рисковали жизнью. Расстрел был бы на месте. И вот спрашивается, государство идет на сильнейший конфликт с одной из мировых держав и с ее сателлитами из-за каких-то 40 человек. Да? Независимо от того, кто они, какие они, как они. Мы этого никогда не делаем. Так что, если это было, это было для любого человека, бога еврея, который хочет, выразил желание жить в нашей стране. А кто он? Какой уровень? Никогда не спрашиваю. А теперь у меня вопрос Валерий Иванович. А может быть, у нас должна быть еще одна из идей наладить контакты с теми, кого когда-то вывезли добровольно. Очень сильна диаспора. Люди, жившие в Молдове, в Бессарабии, это очень много людей, много разных национальностей. Может, для нас это тоже должно такой вот хороший пример, хороший стимул. ради своих, которые, да, не собираются возвращаться. И тем не менее, они могут помочь стране мозгами, идеями, может быть, деньгами, как армяне помогают всему своей армии. Я думаю, что лучшего и более оптимистичного финала для сегодняшней передачи, чем то, что сказал Яков Иосифович, даже придумать изначально было невозможно. Потому что вот в этих предложениях, чтобы государство, подчеркиваю, государство работало дерзко, профессионально, это сейчас кажется, может быть, кому-то, кто нас слушает, что 40 людей. Это мало. Но в те времена я могу себе представить усилия, которые были потрачены на реализацию этой операции. Но самое главное, отвечая на ваш вопрос, что, еще раз подчеркиваю, государство имело политический взгляд, дерзость, мужество и желание что-то делать. Пока у нас не появятся вот этих качеств ни мнимые спецслужбы, ни придуманные враги и ни придуманные друзья, которых у нас завелось за последние годы очень много, которые испарятся сразу после того, как у нас, не дай бог, начнутся проблемы, на следующий день уже мы не будем друзьями. Наши проблемы не решат. Но для меня лично, я не раз об этом говорил, известно, что Израиль является серьезным ориентиром по многим показателям. И то, что там проживает много людей, которые традиционно выходцы из Молдавии, из Кишинева, это дополнительный фактор, это не основополагающее. У нас очень часто преувеличивают этот фактор, что люди, которые уехали в Израиль, например, не обязательно должны оказывать помощь Молдавии, или вот поддерживать связи и так далее, это само собой. Но у нас должно быть четкое видение, что мы хотим, и чем, например, Израиль может нам помочь. Но он нам может помочь, если мы скажем, что мы там хотим, и куда мы идем. А иначе ни Израиль, ни другая страна, ни третьи лица нам помогать не будут, пока мы сами не определимся, куда мы идем. Но вот этот пример, который мы сегодня слышали, по-моему, такая своеобразная легенда, к чему может идти и стремиться государство. Как бы для государства, да, жизнь каждого человека особенно важна. Совершенно верно. Спасибо вам огромное. Я поняла, что можно было бы еще говорить. Вот как раз начали тему, которая достойна отдельной беседы. Есть еще много тем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok